Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я Татьяна Григорьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова получено разрешение на строительство нового здания детского сада «Орленок» на улице Крымской. В рамках выполнения поручения губернатора Краснодарского края завершается работа по постановке на кадастровый учет парков и скверов. На территории муниципального образования города города «Анапа» 39 таких зон. Из них 20 у нас поставлены на государственную кадастровую учету. И в отношении 12 я аннушунула поручение до 24 ноября поставить на государственную кадастровую учету и обеспечить государственную регистрацию данных земельных участков. В продолжение темы прозвучал вопрос главы «Анапы» о создании сквера в селе Субсех на улице Советской. Юрию Полякову доложили, что идут подготовительные работы по расчистке территории. Также в Субсехском округе ремонтируют дороги и создают условия для отвода паводковых вод. Завершены работы по капитальному ремонту канализации по улице Фрунцев в селе Субсех. Был выполнен монтаж канализационной трубы протяженностью трассы 156 метров. Продолжаются работы по строительству ливневой канализации по улице Горького в селе Варваровка. Земельные работы и установка лотков элемента. Проложены лотков около 40 метров. По результатам выезда в Витязево и общения главы «Анапы» с местными жителями звучит отчет. Завершается строительство тротуара на Афинской. Отсыпана улица Школьная. И у вас по Витязево все жалобы, которые были, везде отсыпали, не везде, значит на контроль. Потому что там, где люди жалуются, ну уже реально мы поехали там ямами по колено. По 100 кубометров щебня получил каждый округ, поэтому работы по благоустройству сельских улиц не останавливаются. Продолжается и ремонт здания военкомата. Сюда переведут часть служб, и это значительно сократит расходы бюджета на аренду помещений. В завершении планерки Юрий Поляков поднимает тему переноса здания автовокзала из центра города. То есть вынос автовокзала из города. Много лет об этом говорим, но наверное нужно этим заняться. Юрий Егорович, вы, Яна Адалетовна, собирайтесь, разговаривайте. Мнение есть. Земля есть около ЖД вокзала. Есть инвестор, который хочет зайти. ЖД вокзал, пожалуйста, Анжела Анатольевна, не спускать. Я сказал, до курортного сезона, чтобы там было все сделано. Исполнение поручений главы Анапы стоит на особом контроле в администрации. В школе номер пять города-курорта назвали провокацией. Видео, которое неизвестное распространили в интернете. Якобы в одной порции капустного салата оказались сразу несколько тараканов. Руководство школы не скрывает, насекомых в здании регулярно истребляют, но при этом строго следят за соблюдением санитарных правил в пищеблоке. Родительский контроль в столовой школы номер пять. Поводом для приезда стало видео, которое распространили в социальных сетях. Их два. На одном по стенам, похожих на те, что здесь, медленно ползут тараканы. На другом несколько насекомых в салате из свежей капусты. Любой технолог вам скажет, что таракан не полезет в салат с капустой, изготовленный с примесью уксуса. Это невозможно. То есть, и понятно, что там эти крики детей. Технологи в столовой уточнили, не уксусная кислота, а лимонная. Но тараканы и ее тоже сторонятся. Во-вторых, они мертвые уже. В администрации школы не скрывают зданию больше полувека. Тараканы здесь живут давно. Также регулярно, в соответствии с регламентом, их травят. Видео показали дезинсекторам. Специалисты сказали, что это умирающие особи в разной стадии развития, бегущие от отравы, которую рассыпают в подвале и других местах. Обработка была 3 ноября, перед тремя выходными днями. Большая вероятность, что в салат просто набросали уже мертвых насекомых, чтобы снять видео. Впервые его начали распространять через одну из популярных программ для обмена сообщениями. Мы пытались выяснить, но не получилось. То есть дети разговаривают возраста пятого класса. Но выложить мог любой. Выложить мог абсолютно любой. И не обязательно учащийся нашей школы, даже нашего города. В школе предполагают, что это может быть обычное хулиганство. Счет таким сюжетом в интернете сегодня идет на сотни. Возможно также, что кто-то пытался таким образом насолить педагога. Кроме того, столовую уже 10 лет обслуживает предприниматель. Да и на рынке дезинфекции сегодня серьезная конкуренция. Так, например, в Тюмени мальчишку поймали в подъезде жилого дома с пакетом тараканов. Тот признался, что неизвестный предложил провести такую операцию, дав 100 рублей. Директор учебного заведения около месяца находится в отпуске. Руководителя проинформировали и ждут ее возвращения. Пока же на эту пятницу назначили повторную обработку. Кубань – единственный регион в стране, где создан союз казачьей молодежи. В него входят воспитанники казачьих классов, группы кадетских корпусов. В Анапе за круглым столом обсудили развитие местного отделения союза представителей районного казачьего общества, работники сферы образования, а также заместитель главы города, курирующий вопросы казачества. Основная идея – максимальное вовлечение в движение не только воспитанников казачьих классов, но и студентов. По словам заместителя главы Анапы Сергея Козлова, сегодня молодежи нужно уделять еще больше внимания. В Анапе 2000 юных казачат. Чтобы воспитать их в духе патриотизма, высокие требования предъявляют не только казакам-наставникам, но и классным руководителям. Кроме того, казачество среди молодежи должно развиваться в разных направлениях, но при этом сохранять традиции и колорит. Культура – да, это одно из направлений. Образование – да. Управление по делам молодежи – непосредственная поддержка, опыт громадный есть в работе с молодежью. А как работать с казачьей молодежью? Наверное, они близки по тематике, но выделить ее нужно как структуру, обособленную, не обособленную, не обособленную, не оторванную от жизни. Она должна быть на современном уровне. Необходимо перенимать и опыт соседних городов. В качестве примера атаман Анапского районного казачьего общества Валерий Плотников привел час славы Кубани, который уже стал своеобразной визитной карточкой Краснодара. В то же время Анапа не отстает. Казачество на курорте давно является неотъемлемой частью современной культуры. Анапский район никогда не стоял на месте. Мы этим занимаемся уже 20 лет, воспитанием подрастающее поколение. Сегодня наши планы не разрушить, что мы начали, а плавно войти в союз казачьей молодежи и с принятием конструктивных наших предложений все-таки осуществлять воспитание подрастающего поколения в плане патриотизма и любви к нашей Родине. В ближайшее время на территории 18-й школы появится курень, где будут воссозданы предметы быта казаков для более детального изучения самобытной казачьей культуры. Для жителей улицы Серебряная в поселке Супсех произошло знаковое событие. Дорога, состояние которой вызывало сотни нареканий, а в период дождей становилось настоящим препятствием, получила вторую жизнь. Там не только уложили новый асфальт, но и существенно расширили проезжую часть. Местные жители неоднократно жаловались в администрацию на состояние улицы Серебряная. Отсутствие твердого покрытия, многочисленные ямы. После обильных осадков дорога и вовсе превращалась в полосу препятствий. Было принято решение изыскать средства на капитальный ремонт дороги. И вот работа уже подходит к завершению. За две недели удалось постелить, сперва пройти грейдером, произвести грейдирование улицы Серебряной от улицы Терешковой до улицы Жолоба. После чего был положен асфальт толщиной 10 см, 1100 метров это протяженность. И ширина дорожного полотна составляет 4,5 метра. Жители отмечают, событие долгожданное. Теперь школьникам не нужно будет надевать резиновые сапоги и штурмовать водяные и грязевые преграды. Да здесь же грязь непролазная была, невозможно было пройти. Осень, зима – это наша проблема. Детей надо было провожать до остановки куда-то там на ветеран и назад. А сейчас у нас красота. Прекрасная дорога, гладенько, чистенько и маршрутное такси пустили по улице. Это прекрасно, потому что тут всегда была грязь серебряная, она давно жестует, кругом асфальт. А у нас уже сколько не было. Но сейчас положили, сейчас отлично. Сейчас просто красота. Новые дороги и новая жизнь. Теперь по улице Серебряная будут ездить маршрутные автобусы. В данный момент этот вопрос прорабатывается на комиссии по безопасности дорожного движения. Существует обращение жителей, потому что в данное время существует закольцованность именно по улице Жолоба. Маршруты 125 и 135, которые шли у нас по селу Супсех, проходили по улице Жолоба, до конца, до улицы Серебряной. И там у нас получалась разворотная площадка. В данный момент мы один маршрут сохраним также, а второй будет проходить по улице Серебряной с выходом на Кирово. И получится закольцовка и охват, ну чуть ли не полсела будет охвачен этим маршрутом. Остаются еще некоторые работы по благоустройству. Дорожникам предстоит отсыпать обочины щебнем и укрепить их. После этого объект будет полностью готов и сдан в эксплуатацию. Когда в Анапе начнет применяться кадастровая стоимость жилья и чем это грозит налогоплательщикам? Какие льготы на уплату имущественных налогов сегодня действуют в край и кому нужно готовиться к получению уведомления? Мы продолжаем наш совместный проект с Федеральной налоговой инспекцией. Сегодня руководитель отдела камеральных проверок ответит на вопросы, поступившие в редакцию от наших зрителей. Василий Александрович, здравствуйте. Мы уже обсуждали нюансы этой налоговой компании. И сейчас в нашу редакцию поступило еще достаточно большое количество вопросов от наших зрителей. К примеру, один из таких сейчас задаваемых вопросов, когда в Краснодарском крае будет применяться кадастровая стоимость на живые дома? Согласно закону Краснодарского края, который был принят в апреле 2016 года, кадастровая стоимость на объекты налогообложения физических лес на имущество будет применяться с 1 января 2017 года. То есть налоговый орган, налог данный будет исчислять в 2018 за 2017 год уже с учетом кадастровой стоимости. И к нам обратился наш постоянный зритель, он пенсионер. До этого времени у него были льготы на оплату налога на квартиры. В этом же году ему пришло уведомление. С чем это связано? Это все связано с изменением в законодательстве. То есть если до 1 января 2015 года пенсионеры у нас освобождались полностью на все имущество, льготировалось у них, то теперь льгота предоставляется только на один из видов. То есть, например, как в нашем случае, человеку принадлежит несколько квартир. Одна квартира у него будет подпадать под льготу, остальные будет человек оплачивать. Здесь опять же нужно иметь в виду, что в данном случае человек вправе написать уведомление определенной формы и указать, за какой именно объект хочет получить налоговую льготу. Либо же, если он данные уведомления не напишет, данная льгота будет поставлена автоматически на наибольшую сумму исчисленного налога. Спасибо, Василий Александрович. Сегодня Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Это заболевание приводит к нарушению обмена веществ, поражению сосудов, нервной и других систем организма человека. Диабет находится в тройке самых опасных заболеваний наравне с онкологией и сердечно-сосудистыми патологиями. Анапские медики озвучивают неутешительную статистику. Заболевших диабетом становится больше с каждым днем. А сама болезнь стремительно молодеет. О лечении и профилактике недуга в следующем сюжете. Анапские медики бьют тревогу. Ежедневно на приеме у андокринолога выявляется минимум один случай заболевания сахарным диабетом. Как правило, это становится известно при лечении других заболеваний и для многих пациентов становится полной неожиданностью. Диабет может годами протекать бессимптомно. Обнаружить его на ранних стадиях возможно только при помощи специального лабораторного исследования. На сегодняшний день сахарный диабет катастрофически молодеет. Диабет второго типа сейчас обнаруживают даже у детей. И где-то начиная с 40 лет у нас появляются пациенты с сахарным диабетом. Есть единичные случаи пациентов совсем молодого возраста, 30-летних, которые имеют сахарный диабет второго типа. Как правило, это пациенты, имеющие ожирение и наследственный фактор. Павел Петренко заболел этим недугом пару лет назад. Активная терапия, здоровое питание и физическая активность помогли остановить развитие болезни. Но теперь необходимо регулярно обследоваться у врача и проходить курсы лечения. В Анапе на учете у эндокринолога с диагнозом сахарный диабет состоит 4942 человека. Из них почти 70 – это дети. В группе риска люди старше 45 лет, страдающие ожирением и имеющие наследственную предрасположенность. Эндокринологи называют диабет тихим убийцей. Он губит более 3 миллионов людей в мире ежегодно. Страшно не само заболевание, а осложнение, которое порой приводит к необратимым последствиям. Сахарный диабет дает осложнение на сетчатку глаза, когда поражается сетчатка глаза, кровоизлияние в сетчатку глаз, нарушение зрения вплоть до слепоты. Это осложнение на почке, это поражение почек, нарушение микроциркуляции стороны почек и почечная недостаточность. Это поражение микроциркуляции в области сердца, это развитие ишемической болезни сердца. Это поражение крупных сосудов, конечностей, нижних конечностей, в том числе вплоть до развития гангрены с ампутациями. То есть осложнения сахарного диабета самые тяжелые для жизни человека и вплоть до смертельных. Диабет развивается крайне медленно в течение 15-20 лет. Человек может и не знать, что у него повышен сахар. Поэтому важно уделять внимание профилактике. Для этого ежегодно в городской поликлинике проводится бесплатная диспансеризация населения. Кроме того, анапские медики ждут на прием всех, кто заподозрит у себя симптомы заболевания. Среди них постоянная жажда, повышенный аппетит, запах ацетона в выдыхаемом воздухе. Но все же самой эффективной профилактикой по-прежнему остается здоровое питание и активный образ жизни. Овации и крики «Браво» сопровождали выступление музыкального коллектива, который исполняет средневековую музыку на старинных инструментах. Концерт прошел в городском театре в программе «Советская духовная и народная музыка». Сама юная участница коллектива – победитель конкурса в Ирландии. Песня «Своеобразный гимн весне. Все расцветает, текут ручьи». В программе – песни с текстами на латыни в староанглийском, старофранцузском, каталонском и других языках Старой Европы. Разобраться с произношением помогают филологи. Ансамбль «Кантикум» из Москвы. Идеолог проекта Анна Витлугина. Композитор, писательница, творческий человек, влюбленный в музыку позднего средневековья и ренессанса со времен учебы в консерватории. Она за органом. Его партия – основа, в которую вплетается звучание старинных инструментов. «Твоим зеленым рукавам я жизнь без ропота отдам» – это перевод Маршака, английская народная песня. Первые известные упоминания о ней датируются 16 веком. Петр Лилюк пришел в ансамбль, владея классической гитарой. Освоил несколько старинных щипковых инструментов, включая балалайку. Сейчас у него в руках лютня, а самым первым оказался ее ближневосточный предок – Алиут. Была мысль, что сделать надо новое звучание, чтобы оно было более аутентичным, более похоже на старинное. Причем даже современные вещи начинают звучать совсем по-другому. И она как раз уезжала в это время в отпуск. Она говорит, ну вот тебе инструмент, вот осваивай, там парочку песен выучи, и как раз у нас там выступление наклевывается. Потом оказалось, что она пошутила, а я-то не знал, я за эти две недели, наверное, половину пальцев стер. Ну, выучил там партию для двух песен. И прозвучало оно очень вкусненько. И мы поняли, что вот, хорошо, когда используется другой инструмент, даже много нот не надо. Еще один музыкальный оттенок – кельтская арфа. Софии сейчас 13 лет. В 2014 году она завоевала главный приз на фестивале в Ирландии, на гербе которой изображен похожий инструмент. О том, как на самом деле звучала музыка во времена позднего Средневековья и Возрождения, абсолютно точно сказать никто не может, но музыканты такой задачи и не ставят. Есть направление, именно аутентичное направление. Мы не аутентисты, сразу говорю. У нас другая ситуация. Вот как, допустим, мы писали сейчас романы фэнтези, да? Мы фэнтези в музыке. Мы берем действительно дух Средневековья, но мы делаем его понятным для современного слушателя. Это наши кредо. Так провожали гостей. Зал городского театра оказался не наполовину пуст, а наполовину полон. Я люблю орган, очень люблю. Орган стараюсь не пропускать. Но очень необычно. То, что, наверное, нам не хватает сейчас. Жена бы тоже пришла, но сидеть с малышом. И поэтому мы взяли двух дочек. Замечательно, нам очень понравилось. Это очень необычно. Орган? Да, и орган, да и, собственно говоря, и лютня. Необычно. Мы не привыкли к такой музыке, и мы бы остались крайне довольны. В Анапе музыканты впервые признаются, что часто переживают перед концертами. Тем приятнее потом получать позитивный отклик из зала и повод, чтобы вернуться. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». Предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Продолжение следует.